Почему не выходил-то на нас? Или забыл, или что? Непонятно. Не слышим вас, Игнаем Тихонович. Ну, сейчас слышишь? Читай, пусть Володя, псалмы. Ты меня слышишь? А, у меня звук выключен, Игнаем Тихонович. Слышим, слышим. Ну, почему на нас слышишь сразу-то, непонятно. Прошу прощения. Да потому что кто-то группу создал, и я смотрю, уже там девять человек, я сам присоединился. Вы-то почему не присоединяетесь-то? Всякий раз вам звонить надо какие-то особенные. Да, именно так, как ты же не сказал, я залезу, скажу, сам образовал. Я стою и говорю, еще что он не звонит. Присоединяйтесь, не стесняйтесь. Читайте псалмы, Володя. Псалмы читайте, Володя. 78-й псалом. Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святой храм Твой, Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов Твоих отдали на сиденье птицам небесным, тела святых Твоих, зверям земным. Пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались по смешищам соседей наших, по руганиям и по срамлениям у окружающих нас. Да коли, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь. Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царство, которое имени Твоего не призывает. Ибо они пожрали Якова, и жилища его опустошили. Не помини нам грехов наших предков, скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего. Избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделаться известным между язычниками перед глазами нашими омщение за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет при лицо Твое стена неузника, могущество мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть. Семикратно возврати соседям нашим в недра их их поношение, которым они и Тебя, Господи, поносили. А мы, народ Твой и Твои пажите овцы, вечно будем славить Тебе и в рот и рот возвещать хвалу Тебе. Пастор Израиля, внемли, водящий как овец Иосифа, восседающий на херувимов, яви себя. Приди Ефремом и Вениамином и Монасию, воздвигни силу Твою и приди спасти нас. Боже, восстанови нас, да воссеяется лицо Твое и спасемся. Господи, Божий сил, да коль будешь гневен к молитвам народа Твоего. Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большем мере. Положил нас в привлекание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Божий сил, восстанови нас, да воссеяется лицо Твое и спасемся. Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее. Очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее и ветви ее, как кедры Божии. Она опустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил Ты ограды ее, так что обрывать ее все проходящие по пути. Лесной вепер подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Божий сил, обратишь же, призрись неба, и возри, и посети виноград сей. Охрани то, что насадила десница Твоя и отрасли, которые Ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен, от прещения лица Твоего погибнут. Да будет рука Твоя над Можем десница Твоей, над сыном человеческим, которого Ты укрепил себе. И мы не отступим от Тебя, оживи нас, и мы будем призывать имя Твое. Господи Божьи сил, восстанови нас, да воссеять лицо Твое и спасемся. Радостно пойте Богу твердыни нашей, восклицайте Богу Якова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли псалтерию. Трубите в новом месяце трубою в определенное время, в день праздника нашего. Ибо это закон для Израиля, устав от Бога Яковлева. Он установил это воссвидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его чажести, и руки его освободились от корзин. В бедстве Ты призвал меня, и я избавил Тебя. Из следы грома я услышал Тебя. При водах миривых испытал Тебя. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать Тебе. Израиль, ой, если бы Ты послушал меня. Да не будет у Тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я Господь Бог Твой, изведший Тебя из земли египетской. Открой уста Твои, и я наполню их. Но народ мой не слушал глаза моего, и Израиль не покорялся мне. Потому я оставил их упорству сердца и их. Пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями. Я скоро смирил бы врагов их, и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящий Господа, раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы, и насыщал бы их медом и скалы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего долгого перед Тобой. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мне недостойные уста, и восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни спаси, и, преподая к стопам Твоим, взываю к Тебе, не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжався надо мною, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, обеспеченно лежащего, и стоящего перед Тобою на молитве, и после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день Христи Божия, и спаси меня. Владыка, человеколюбче, встал после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаюсь за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, и от дьявольского искушения. И спаси меня, и введи в Царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и Источник, и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому милосердию Твоему, Ты дал мне рабу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, владыка, творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины с просвещенным сердцем исполнять Твою волю ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, Содержители, Божьи сил бесклотных и всякой плоти, на высотах небесных живущие, озирающие долозильные, наблюдающие сердца и помыслы, ясноведующие тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешение наше, совершенное нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты, плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий Судья придется славою воздать каждому по делам Его. Да найдет Он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, в ней пристанные голоса торжествующих и невыразима радость велищих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Аминь. Святый Ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону подчинить меня себе прообладанием этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выледи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, Хранитель и Покровитель, Бедное моей души и тело, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогнивать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и садил меня рабом, достойным своей милости. Аминь. 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 Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения и все скверные, лукавые и хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего. И погаси пламень страстей моих, ибо я нищ и слаб. Избахни от многих губительных воспоминаний и намерений, освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое предчестное имя славится во веки веков. Аминь. 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 Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнати, Владимир, Надежда, Ольга, Анатолий, Галина, Георгий, Дмитрий, Станислав, Екатерина, Елена, Иван, Наталья, Сергей, мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наш. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силой креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, и всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан, подай Твои земные небесные блага, не лиши их милости Твоих, посети их, укрепи их, силой Твоей удары, и здравия и спасения души, ибо Ты благ, и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих, родственников, благодетелей, и всех православных христиан, и прости им все их грехи, вольные и невольные, и дары им Царствия Небесного. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, правцев, отцев и братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечна. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и преднепорочную, и Матерь нашего Бога. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувима, несравненно славнейшую, нежели Серафима. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших, и всех святых, помилуй нас. Аминь. 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 Боже наш, милостивый небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя, и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобою, достой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали, во славу Твоего имени. Научи их благочестиво, добродетельно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми. Дай им здравия, душевный и телесный успех в трудах, и избавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, помоли Твоего Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего Вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и Животворящим Твоим Духом. Аминь. 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 Господи Божий наш, возри на детей наших, не спошли на них духа премудрости, разума и благочестия, просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели и усвоили изучаемые ими предметы и употребили их на благо Твоей Церкви на пользу ближнему во свое спасение, потому что Ты источник премудрости и Тебе славу возносим всегда ныне пресно и во веки веков. Аминь. 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 Молите всегда. Спасибо. Господи Божьему, самого духовного родителей, родителей, благодетелей, митрополита и Ларбаона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священная Рея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Авросия, Вадима, Засима, Липи, Андрея, Максима, Владимира, И Глебу не дай погибнуть, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Митрополита Сергия, Патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корниля, Александра, Диодора, Митрополита Тихона, И весь священнический и иноческий щин, И высшие истинные служители, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, да, еще священники, смири власти воинства, их наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, умудри их издавать добрые законы, дабы дали достойно жить людям, чтоб было еще уделять нуждающимся, и сохрани их от покушения на них, Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, Господи, научи наценить это мирное время, приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную, за отступничество от Тебя. Благодарим Тебя, Господи, за прошедшую ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобою, и для всего нам почти добрых помощников, наставников, советников. И в сей день сохрани нас от всякого рода зла, греха и непосильных искушений. Защити жилища наши и селения от пожара, от воров, от нечистой силы. И живущих там Андрея, Игоря, Игоря Серафимова, братья Владимира, благослови болящую Людмилу, любовь Владимира, Алексея и Иосифа, прищи добрых жителей с детьми, любящими и знающими уставы твои святые и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Валентину. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа. Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахирь, Езру, Русика, и даруй добрую веру Христову, Самире, Тимуру. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Спаси и помилуй Сергея, Сергея, Александра, Александра, и обратись к священнику Георгия, и Андрея. Боже Бог! Хвала Тебя, наш Господь! Возри на угрозы врагов и на все пакости, какие они творят и лгут. Закрой их лживые уста на зло и дай им покаяние. И в судный день не помени их безумия, Господи, примири их с нами. Посети благодетели наших, воздай им добром и всей жизни и в будущей. Елену, Людмилу, обрати Евгения, Наталью, Надежду, Юрию, Эдуардов. Хвала Тебя, наш Господь! Найди отступников Николая, Михаила, Александра, Юлию, Максима, благослови! И от пьянства избавлю Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра и Игоря, путешествующих Раису, Льва, Виктора, благослови! Благослови! Слава Тебе, Боже наш! Посети болящих! Дай силу перенести страдания и пошли им исцеление и моего глаза. Илариона, Кирилла, Надежду, Алексея, Игоря, Неанилу, Неанилу, Татьяну, Татьяну, Нину, Валентину, Валентину, Марию, Александру. Роженицу Ирину и младенцу Александру. Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни, ибо по Твоему благоволению все может оказаться на пользу. Владыка неба и земли, просим Тебя, сохрани это наше сокровище в интернете. И книги здесь и в пути. И трудящихся Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора, Андрея, Андрея, Сергея, Сергея, Сергея Вячеслава, Вячеслава Владислава. И найди, обратите, Мопея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Леонида, Симона. Хвала Тебя, наш Иисус. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова. Ава, Отче, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю за день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов, Божий всемогущий. Воздай вечности добром всем, кто трудился над моей душой и возрастанием ее к Тебе. Мария, Иосифана, Александра, Михаила и Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Добрый мой ангел, благодарю Тебя. Сколько лет Ты хранил, защищал и жизнь мою спасал. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, прошу Тебя, мой ангел, не покинешь смертный час, когда душа будет разрушаться от тела и проведи душу мы по мытарствам, страшным и непонятным. И введи ее навеки в вечное царство Христа, Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, предтеща Христов, моли Бога о нас, мужчина с Господи, житель в бедности, имея пропитание и одежды, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть благодарным Тебе, Господи. Воздай милостями всем, кто содействовал нам в путешествии нашим, благослови Николая, Виктора, Дмитрия, Павла, Зинаиду, Владимира, Надежду и Людмилу. И посеянное семя дадас обильные и добрые всходы. Креститель Христов Никола, моли Бога о нас. Ян Креститель, предтеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, житель в бедности, имея пропитание и одежды, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономном и видеть нуждающихся в нашей помощи и помогать. Молите Бога о нас, святые пророки Божьи, Илья, Елисея, Илья, 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 Моисей, Самуила, Аарон, Иов, Авель, Ноя, Иосиф, Патриарх, Едра, Ниеми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изыки, Иосия, Иаиль, Айгей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрахи, Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь Духом пророческим Церковь свою, дабы день прихода этого нашего отшествия не засталось с неготовыми, но чтобы выше нас трещу Тебе, Господи, с горящими святильниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, хирургимы, серафимы, все небесные силы, престолы Божьи, предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей и Марк, Лука и Иоанн. Да даст Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, поликармс, минский, устин, пилосов, Космай, Дамиян, Андрей, Стратилат и Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник, Медийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, царь Николай, Босю Борис и Глеб, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя, Антихриста, и даруй веру Твою святую, Анфиму и Вениамину, и устраши родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергия, Радонанский, Степан Пермский, Серапим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл, Имеподий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский Пиларет, и все переводчики священного писания, молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысли ретиков, разруши, развеи, в ничто преврати и обрати их в православие. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомущинца, Патина Самарянина Феврония, Вера и Надежда Любой, Матерь София, Наталья Адриан, Варвара Екатерина Перепетую, Татьяна Ирина, Ольга Елена Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник Июня, Киприяна Устина, молите Бога о нас, да дарует Господь жёнам и девам, послушание, молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их от всяческого поругания. Исправь мне покоривость Галины, семейства Евгения, Надежды, Людмилы и Анны, и прими нашу молитву, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Господи, и соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, Всевышний Создатель наш, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ради голговских страданий и пролитой крови причистой, единородного Сына Твоего и Господа и Бога нашего Иисуса Христа. Прими наши молитвы о всех, заповедавших нам молиться о них, спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. グал, спроси, ac accessible на носителе, Аминь. Доброе утро всем. Сергей Павлович, тут человек у нас есть не под своим именем. Попроси его, чтобы он поставил имя, иначе он окажется доиком и думиянином, и предателем. Я неоднократно говорю, люди не понимают, что за этим стоит. Это неправда. Неправду Бог не терпит. Своё имя и фамилию поставьте, и всё. Тут же ничего нет. У всех так. Везде. Давыд, сын Истеев. То есть Истеевич. Никто не скрывает, какие родители были у апостолов. Сергей, его, наверное, просто в друзьях нет. Поэтому так и выскакивает. Я прошу вас, пожалуйста, сделайте как положено. Попросите наших братьев, они очень грамотные. Потому что это отражается на нас на всех. Геннадий Тихонович, у всех есть имена и фамилии. Просто вам нужно добавить в друзья, и тогда у вас отразится это имя и фамилия. Я вот смотрю, и как раз не написано. Там по-английски, кажется, Кёниг написано. Это означает... Добавьте его. Добавьте его в друзья. А как его добавлю? Пусть он просто... В контакте, добавьте себе. Я в контакте не бываю. Зачем мне это, когда здесь? Ну, они про это говорят в контакте. Володя, сделай всё. Ты грамотный. Сделай. Прямо сейчас. Добавь его в скайпе. Всё пустое. Всё стоит на одном месте. Целый уже. Неделя за неделей идёт. Там Стас был. Английскими буквами написано. Ну, друзья, правой кнопкой, по-моему, там нажать-то и всё, и добавить. И тогда всё, фамилия у него на русском. Так что всё нормально. Добавил правой кнопкой по этому Стасу и добавить, друзья. Ещё не надо, Молодь. Попробовал. Всё-таки не мощнее. А я разберусь. Так, я кошек упускаю. Ой, 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 да я не как. Где она? Поля. Где она? Что-то у меня. Начинает что-то объяснять. Объяснять не надо. Надо сделать и всё. Объясняет и всё время под ним стоит другая фамилия. Не пойму, что ещё объяснят. Он говорит, надо нажать правой мышкой на него и добавить в контакт. Тогда он будет у вас в фамилии, имя высветиться. Да понял, почему высвечивается. Это не его имя, фамилия. Потому что надо добавить в контакт. Неправильно, неверно это. Да, надпись у него, если она ушла, зачем она была здесь? Это обман. Причём тут контакты, там что-то неправильно написано. Я ему сказал, который там где-то, даже не грузил, сразу изменил и всё-то уже. Контакт какой-то. Помирюсь, милиция. В милицию пойти, что ли? Какие-то глупости, горосят. Мудрят. Во имя Отца и Сына. И Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Том 4. Вопрос 1385. Разбор ответов Архимандрита Амбросия Юрасова. Его книга «Вторая», вопрос 2363. Надо ли православному христианину... Книга «Вторая», вопрос 263. Надо ли православному христианину заботиться... Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Том 4. Вопрос 1385. Разбор ответов Архимандрита Амбросия Юрасова. Его книга «Вторая», вопрос 263. «Надо ли православному христианину заботиться о своем здоровье?» Отвечает Архимандрит Амбросий Юрасов. В 1975 году писал кандидатскую работу по теме «История баптизма. Разбор вероучения». Многие ребята интересовались этой темой. Работа вышла, ее сразу распечатали и между собой распространили. Приехал я из строительства Сергиевой Лавры в Москву на одну квартиру. Мне позвонить надо, а там телефона нет. Сказали, что телефон автомат внизу. Взял я две копеечки и позвонил знакомой. Набираю цифры и вдруг, щелк, слышу какой-то разговор. Думаю, куда я попал? Разговаривают двое мужчин и, видать, молодые. Один из них и говорит. Слушай, в Троице-Сергиевой Лавре Иеромонах Амбросий написал работу о баптизме и начинает эту книгу разбирать, критиковать. Я слушал-слушал, а потом и говорю. «Ребята, что-то вы не туда поехали. Неверно трактуете?» Спрашивают. «А ты кто такой?» Я и Романах Амбросий. «А как ты сюда попал?» «По промыслу Божию». «Вот чудо!» Ведь в Москве несколько миллионов телефонов. «И надо же было мне вклиниться именно в этот разговор. И именно тогда, когда они назвали мое имя. Может, чуть-чуть раньше или позже я бы и не понял, о чем речь». Комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. «Прекрасная история, прекрасный шанс для благовестия. Отец Амбросий внезапно оканчивает рассказ об этом чуде. А для чего оно нужно, это чудо? Такие, в кавычках, чудеса у меня в жизни встречались многократно. Может быть, не столь яркие. Кто-то вклинился в телефон, и люди спрашивают, например. «Это бассейн Обь?» «Все, здесь вода». Сразу же отвечаю. «У нас есть бассейн, но назначение его совсем другое. Ой, кто это? Мы, православные христиане, свидетельствуем о мире, о любви Христа, о том очищении, которое дарует он своей кровью». И далее беседа на полчаса. Случается так, что минуты через две на том конце провода просят разрешения позвать их подругу, чтобы и она могла услышать этот разговор. Иногда эти телефонные чудеса заканчиваются личной встречей. Я вспоминаю о сотнях подобных звонков, и все до единого сразу же переводились на благовестие. А как же иначе? Такое чудо! Человек сам ко мне пришел на квартиру. Как можно упустить его, не возвестив ему благую весть? Год назад в краевом отделе юстиции, где регистрируются религиозные общины, я узнал о иеговистах, а у них правило идти от квартиры к квартире, вербуя приверженцев в свою секту. У меня опыт в этом деле нулевой. Тем более я только что вернулся после тяжелой операции на позвоночнике. Позвонил руководителю иеговистов и попросил рассказать, как они работают, с кем ходят, как начинают разговор, сколько времени проводят у каждой квартиры. Не знаю почему, но когда я назвал ему свою фамилию, он от встречи решительно отказался. Но уже через неделю у нас был такой опыт, что ни в каких иеговистах мы уже не нуждались. Сам Господь вразумлял нас на каждом шагу. Каждый день вдвоем мы обходили по 300-400 квартир. Моя болезнь стала быстро проходить. Каждый день мне приходилось несколько раз менять белье от пота. Я замерил высоту одной ступеньки и посчитал, что каждый день мы поднимаемся на километр и более вверх. Иногда квартиру открывали люди недовольные звонком и говорили, сколько же можно, не дают спокойно отдыхать, вы уже сегодня третий к нам звоните со своей агитацией. Но когда они узнавали, что мы православные, удивлению их не было конца. Иногда нас приглашали войти в квартиру, пытались угощать и говорили, «Да где же вы были столько времени, почему раньше не приходили?» Это не в одном месте. Бог совершает чудо с нами для того, чтобы дать толчок, проявить нашу любовь к Нему и к людям. Есть такое изречение. Одна спасенная душа стоит дороже, чем весь мир, наполненный золотом. Чтобы сотворить вселенную, Бог только сказал слово «Да будет». А чтобы спасти душу, Он должен был сойти с неба, воплотиться, взять грехи мира на себя, быть распятым и воскресным. Любовь к ближнему как раз и выражается в благовестии. Что-то про вопрос-то оба-то и забыли. О спорте был вопрос-то. Опечатка ли тут? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. А вопрос, он никакой роли не играет. Книга «Открытым оком». Том 4. Вопрос 1386. Разбор ответов Архимандрита Амбросия Юрасова. Вопрос 23. «Слышала, что православная Византия крестилась двумя перстами. Почему же мы крестимся тремя?» Отвечает Архимандрит Амбросий Юрасов. Первые христиане делали начертания креста на лбу, груди и плечах айтыним перстом. На Втором Вселенском Соборе митрополит Милетий показал силу креста, сложив три перста. «И мы с древности крестимся тремя перстами во имя Святой Троицы, прижимая два пальца к ладони в знак того, что Иисус Христос имеет два естества – божеское и человеческое». Комментирует ответом Вроси Юрасова Игнатий Тихонович Лапкин. «Это полный ответ без всяких сокращений. И этот ответ дает человек, закончивший Духовную Академию. Говорящий полуправду, есть большой лжец и более опасен. Почему же духовник женского монастыря не говорит, что со времени борьбы с монофилитами и монофизитами, когда отпала нужда тремя перстами свидетельствовать перед отрицающими Троицу о своей принадлежности к православию, возникла необходимость доказывать, что во Христе два естества, и стали совершать крестное знамение двумя перстами. Вы ни слова не говорите, Архимандрит, о том, что вся Русь была крещена князем Владимиром в 988 году под знаком Двуеперстия. О Троеперстии не слышал ни один человек». Насколько большой грех вы берете на себя, говоря полуправду? Двуперстно молились Антоний и Феодосий Печерский, Борис и Глеб, митрополит Михаил и Кирилл Туровский, Сергий Радонежский, Стефан Пермский и все миллионы русских людей до ненужной и вредной реформы патриарха Никона. Об этом написано в богословских трудах Московской Патриархии. Отчего же тогда возник так называемый раскол? Почему вы об этом не говорите ни слова? Очень многие люди имеют знания только те, какие они почерпнут в церкви и от таких, как вы. Вот эти, задающие вам вопрос люди, доверившиеся вам, запомнившие ваш ответ, тем более он теперь напечатан, рано или поздно встретятся с людьми, которые в течение пяти минут опровергнут ваше умолчание, упюроистории. Вы этих людей, сегодняшних ваших слушателей и почитателей, умышленно обрекаете на скитание во тьме неведения, а после прозрения их обрекаете на то, чтобы они, может быть, прокляв вас ушли в истинный раскол и секты. Опомнитесь, принесите покаяние перед народом. Я не говорю, чтобы вы впредь говорили правду. На это вы уже явно не способны, потому что вы никого не любите, кроме самих себя. Чучелом огородным стою набитый трухой. Я человек в переводе и человек плохой. Сколько раз бывало, сам себе повторял. Ближе к оригиналу. А где же он, оригинал? Иван Елагин Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Том 4. Вопрос 1387. Разбор ответов Архимандрита Амросия Юрасова. Вопрос 347-348. Молодой человек православный служит в армии в горячей точке, в Чечне. Убил немало людей. Грех ли это для его души? Как ему поступить? Как быть военнослужащим, на совести которых многие жизни? Отвечает Архимандрит Амросий Юрасов. Грех за убийство лежит на тех, кто затеял эту войну. За эти погибшие души будут отвечать те, кто толкает солдат на войну. Если такой солдат сам погибнет, если он был верующий, стремился к Богу, каялся, то он своей кровью обмоет грехи. Ответом Архимандрит Амросия Юрасова комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. В Ветхом Завете врагов и законно, и достойно похвалы убивать было. Послание Афанасия Каммону. А я говорю вам, благословляйте проклинающих вас. В Новом же Завете, даже спустя три века и более, святые отцы еще удерживались, даже при христианских царях, на той ступени, где убийство на войне было и непохвально, и незаконно. Правило Василия Великого, восьмое. Находящиеся на войне идут на поражение супротивных с явным намерением не устрашить, не вразумить, но истребить их и есть вольный убийца. Бросил так острое железо, что удар и от тяжести железа, и от остроты его, и от стремления через большое пространство выстрел. По необходимости надлежало быть смертельным, есть вольное убийство это, и никакому сомнению не подлежит. Убиение на брани отцы наши не вменяли за убийство, извиняя, как думается мне, поборников целомудрия и благочестия. Но, может быть, добро было бы советовать, чтобы они, как имеющие нечистые руки, три года удержались от приобщения только святых тайн. Василий Великий, правило 13. Вальсамон из Анара согласно замечает, что предлагаемый Василием совет вообще не был употребляем в действия как по неудобству, так и по уважениям в начале сего же правила, изложенным сноска под правилом. От кого неудобство? От того, что действия воинов несовместимы со званием христианина, а царю христолюбивому никак не обойтись без христолюбивого воинства. Неудобство от сравнения с учением Евангелия, а значит и неуважительно будет ко всем, кто блюдет интересы отчизны, царя. Как же на три года отлучать от причастия их? А значит и тех священников, которые были на войне, и тех, кто их послал, а значит и царя. И по неуважению ко Христу, к Новому Завету и к Евангелию пусть уж воюют. Христианская община первых веков до пятого века определенно признавала в лице своих руководителей, что христианам запрещено всякое убийство, а потому и убийство на войне. Так во втором веке пришедший в христианство философ Татьян считает убийство на войне так же недопустимым для христиан, как всякое убийство. А потому почетный воинский венок считает непристойным для христианина. В том же столетии Афиногор Афинский говорит, что христиане не только сами никогда не убивают, но и избегают присутствовать при убийствах. В третьем столетии Климент Александрийский противопоставляет языческим, в кавычках, воинственным, цитата, народом мирное племя христиан. Но всего яснее выразил отвращение христиан к войне знаменитый Ориген, прилагая к христианам слова Исаии, что придет время, когда люди перекуют мечи на плуги, копья и серпы, он совершенно определенно говорит «Мы не поднимаем оружие ни против какого народа, мы не учимся искусству воевать, ибо через Иисуса Христа мы сделались детьми мира». Отвечая на обвинения цельсам христиан в том, что они уклоняются от военной службы, так, по мнению Цельса, если только Римская империя сделается христианской, она погибнет. Ориген говорит, что христиане больше других сражаются за благо императора, сражаются за него добрыми делами, молитвой и добрым влиянием на людей. Что же касается борьбы оружием, то совершенно справедливо говорит Ориген, что христиане не сражаются вместе с императорскими войсками и не пошли бы даже в том случае, если бы император их к этому принуждал. Также решительно высказывается и Тертулиан о невозможности христианина быть военным. Цитата. «Не подобает служить знаку Христа и знаку дьявола», говорит он про военную службу. Крепости света и крепости тьмы не может одна душа служить двум господам. «Да и как воевать без меча, который отнял сам Господь? Неужели можно упражняться с мечом, когда Господь сказал, что каждый взявшийся за меч от меча и погибнет? И как будет участвовать в сражении сын мира? «Безумствует мир во взаимном кровопролитии», говорит знаменитый Киприан. «И убийство, считаемое преступлением, когда люди совершают его поодиночке и именуется добродетелью, если делается в массе, преступникам приобретает безнаказанность умножение ярости». Конец цитаты. В четвертом веке лактаций говорит тоже, цитата, «Не должно быть никакого исключения в заповеди Божией, что убить человека всегда грех. Носить оружие недозволено, ибо их оружие только истина». Вот несколько житий святых. 18 февраля лев-папа, когда грозила гибель Риму, вышел Катиле предводителю гуннов, «И варвар увидел двух ангелов возле первоиерарха и отступил». Святой Иерево и Иерон, память 7 ноября, в царствование Диоклетиана, одного из лютейших гонителей христиан начала 4 века, повелел записать в войско всех годных к военной службе мужей и юношей. «Но Иерон отказался идти с ними, считая для христианина вредным иметь общение и служить вместе с идолопоклонниками». Страница 136. «Ночью блаженному Иерону явился некто одетый в белые одежды и возвестил ему кротким и полным любви голосом, «Спасение, Иерон, благовествую я тебе, правым путем идешь ты, так как идешь подвязаться за царя небесного и не заскоро гибнущую славу земную будешь радовать». Мученик Феодор. Память 21 апреля. Страница 314. Житие его. Вместе с другими юношами был приведен и Феодор. На военную службу призван. Военно-начальник положил на него, как и на остальных юношей, воинский знак. Форму надел. Но святой Феодор немедленно сбросил из себя, сказав, «Я знаменован от чрева матери моей, моим небесным царем Господом Иисусом Христом, и не желаю быть воином для другого царя». И был казнен. Роман Угличский. Память 3 февраля. «Не хотел сопротивляться Батыю». Страница 38. «Не сопротивляться бесплодно, а спасти город и жителей изъявлением покорности татарам». Андрей Стратилат. Память 19 августа. Андрей был тысяченачальником, полковником. От него уверовало 2593 воина, и когда они уходили от преследовавших их, то вошли в ущелье и ждали своих убийц. К ним обратился святой Андрей с речью. «Друзья, братья и дети мои, ныне время благоприятное, ныне день спасения, будем же единодушно и твердо стоять в любви Божией, как повелел нам Господь, и не станем поднимать рук наших на преследующих нас, но поднимем их к Богу с молитвой и благодарением за то, что Он дал дожить до сего времени, когда мы получим наследие со всеми святыми, пострадавшими за Него. Итак, будем молиться Ему, как молился святой первомученик Стефан, когда иудеи побивали Его камнями, говоря, «Господи Иисусе Христе, прими души рабов Твоих, которые мы предаем в руки Твои». Когда они так молились, их настиг Селевк со своими воинами, обнажив мечи и заскрежетав зубами, они как звери бросились на стадо Христова. Святые же воины Христовы, хотя как храбрые и опытные в бою, и могли бы защитить себя в этом тесном месте с одним только проходом от рук убийц, но, подражая Господу своему, как незлобивые агнцы отдались убийцам своим на заклане. Преклонив колено, они протянули шеи свои на заколения под мечи, и воины Селевка без милосердия, посекая их, в короткое время всех перебили. Пострадали в воскресный день во втором часу дня. Страница 236. Спрашивают, «А что же тогда делать, если нападают разбойники на тебя, или дом твой, на родину твою, так и стоять, опустив руки?» «Нет, не опускать, а поднимать к Богу руки!» «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Первое Тимофею 2.8. Исход 17.19.2. Предпринимая все возможное, что только не сделает тебя убить. Прочитал 19.2, а тут 9.12, совершенно не те цифры говоришь. Ага, благодарю. Вот с этого места, с этого места сначала не надо, просто повтори и все. «Исход 17.9.12. Предпринимая все возможное, что только не сделает тебя убийцей». Василий, великий правило 55. «Убийца есть и тот, кто нанес смертный удар хотя бы и не первый бил или отмщал». Василий, великий правило 43.8. «Посему остается подвергнуть исследованию душевную силу раздражения, когда она, уклонившись от благого употребления негодования, впадает в грех. Много бывает от раздражения греховных дел и всяких зол. Но отцам нашим угодно было, а иных из них не входить во многую подробность, и не признали они требующим многого попечения врачевания всех согрешений от раздражения происходящих. Писание возбраняет не только легкую рану, но и всякое злоречие или хуление». Колоссянам 3.8, Ефесянам 4.31. «И все подобное от раздражения происходящее. Но они только против злодеяния убийства положили предохранение в эпитимьях. Разделяется же сие злодеяния по различию убийства вольного и невольного. Вольное убийство, во-первых, есть то, на которое с намерением дерзнул решившийся на сие самое злодеяние, да совершит оно. Во-вторых, и то полагается между вольными убийствами, когда кто в сопротивоборстве би-я и будучи бием, наносит рукою удар в некое опасное место. Ибо едины, яростью объятый и стремлению гнева предававшийся во время страсти не приемлет в ум ничего, могущего пресечь зло. Итак, убийство, происшедшее от сопротивоборства, приписуется к действию произвола, а не случаю. Невольное же убийство имеют известные признаки, когда кто, имея в намерении нечто другое, случайно учинит тяжкое зло. Из сих вольное убийство требует троякого протяжения времени для тех, которые обращением врачуют произвольное преступление. Для них полагается три девятилетия с назначением по девяти лет на каждую степень покаяния. Кающийся проведет девятилетнее время в совершенном отлучении, с преграждением ему входа в церковь. Столько же других лет да прибудет в степени слушающих, сподобляясь токма слушания учителей писаний. В третьем же девятилетии да молится с преподающими в покаянии, посему да приступает к общению святых тайн. Явно же есть, яко и за таковым тоже наблюдение иметь будет домостроительствующий в церкви. И по усмотрению обращения сократится для него продление эпитемии. Так что вместо девяти на каждую степень покаяния положатся или восемь, или семь, или шесть, или токмо пять лет, если великостью покаяния упреждает он время и ревностью в исправлении себя превосходит тех, кои в продолжительное время менее деятельно очищают себя от сквера. Невольное же убийство признано достойным снисхождения, но непохвальным. Сие сказал я, дабы явным сотворить, как если кто, хотя невольно, будет осквернен убийством, такового, как уже соделавшегося нечистым через нечистое дело, правило признало недостойным священнической благодати. Какое же время назначено для очищения просто блуда, такое же заблагорассуждено положить и для невольных убийц, притом с рассмотрением и здесь расположения кающегося. Таким образом, если будет истинное обращение, то да, не соблюдается число лет, но с сокращением времени да, ведется кающийся к возвращению в церковь и к причастию святых тайн. Если же кто не исполнив времени покаяния определенного правилами отходит от жизни, то человеколюбие отцов повелевает да, причаститься святых тайн и да небезнапутствие отпущен будет воное последнее и дальнее странствие. Но если причастившись святых тайн в паке возвратиться к жизни, да, ожидает исполнения означенного времени, находясь на том степени, на котором был прежде данного ему по нужде приобщения. Григорий Низкий, правило пятое. Вот как учат святые отцы уже в Новом Завете и как поступали. А о том, что своею кровью кто-то омоет грехи, может говорить только явный безбожник и эритик. Грехи смывает только кровь Христа, невинного Божьего Агнца. И не надо этих воинов приравнивать к тем, кого казнили язычники за веру во Христа. Это совершенное безумие. За такие ответы советская патриархия должна архимандрита обязательно поставить епископом. Такие иерочекисты, краснопогонные попы из кожи вылазят перед властями, чтобы только сделаться господствующей религии, как это было в России, и снова все повторить. 1 Иоанна 1,7 Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Евреям 9,22 Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Иоанна 1,29 На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. 1 Петра 2,24 Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Исайя 53,5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами Его мы исцелились. Я в братство веровал, но в черный день невзгоды не мог я отличить собратьев от врагов. Я жаждал для людей познания и свободы, а мир все тот же мир безжалостных рабов. На грозный бой со злом мечтал я встать сурово, огнем и правдою карающий речей, и в храме истины, в священном храме слова я слышу оргию крикливых торгашей. 1881 год Насом. Как его имя отчество или не помнишь? Сергей Яковлевич нет? Именно Яковлевич Семен Яковлевич Туберкулез Ольга спросил как зовут Насом. Она сказала Семен Яковлевич Минутка Павлов Минутка Павлов Пушкин жил 37 лет Лермонтов 27 А Семен Яковлевич Насом 24 Туберкулез Щахотка называлась И тоже он еврей принял крещение православным человеком стал и преследовали его даже на курорте был и там преследовали Я думаю что он святой человек с бородой окладистой фотографии красивые такие так я сейчас отходил что говорили Игнать Тихач я ничего не слышал я говорил что Пушкин жил 37 Лермонтов 27 Анатсон 24 болел туберкулезом щахоткой его преследовали неизвестно даже за что ну завистники и он умер рано у него была девушка он любил ее но видно святой чистой любовью только и она внезапно умерла и тоже стихи оставила вот если у него песнопения которые баптисты поют 24 года значит и в долготе жизни только спаси христос продолжаем чтение во имя отца и сына и святого духа аминь книга открытым оком том 4 вопрос 1388 тема разбор ответов архимандрита амбросия юрасова вопрос архимандриту 61 евангелие от мотфея 12 43 45 когда нечистый дух выйдет из человека то ходит по безводным местам ища покоя и не находит тогда говорит возвращусь в дом мой откуда я вышел и придя находит его незанятым выметенным и убранным тогда идет и берет с собой семь других духов злейших себя и войдя живут там и бывает для человека того последнее хуже первого так будет и с этим злым родом как это понять отвечает архимандрит Амбросий Юрасов огромный поток людей идет креститься потому что сейчас все крестятся для них это какой-то магический ритуал люди не знают зачем креститься прежде чем креститься человек должен изучить священное писание постоянно ходить в церковь поучаться христианской жизни потому он и после крещения должен быть со Христом жить по его заповедям иначе работать он будет дьяволу и душу его заселят демоны комментирует ответ архимандрита Амбросий Юрасова Игнатий Тихонович Лавкин отвечая на этот вопрос указываете на обличающие вас слова что многие крестятся не зная для чего откуда вы это узнали архимандрит ясно что это знаете не только вы но и все живущие на земле прочитайте об этом речи патриарха Алексия Второго его святейшего святейшества это таинство в буквальном смысле апохабили и укупели творится беспредел не рождение а удушение душ не учат ни одного часа не крестят в полное погружение если нет научения то и полное погружение ничего не даст просто был сухой грешник а теперь мокрый грешник вместилище демонов и вы знаете прекрасно об этом огромный поток людей идет креститься не сами же они крестятся а кто-то их крестит почему они не идут к старообрядцам или баптистам не потому только что это чуждо народу а потому что там есть преграды хотению человека нужно хотя бы что-то сделать а здесь не нужно ничего пришел заплатил ушел выпущено очень много хороших книг книжек о таинстве крещения где говорится все правильно по сути дела но сути дела это не меняет книжки стоят на полке а в крестильне царствуют волки книжки сами по себе а мы сами по себе и это во всей патриархии и в зарубежной церкви то же самое из речей патриарха Алексия второго Редигера цитата сейчас крестится много взрослых и им необходимо создать все условия чтобы это таинство совершалось в соответствии с апостольскими правилами через полное погружение прошло полтора года с того момента как я обращался к духовенству но к сожалению положение не изменяется к лучшему придется видимо в дальнейшем разрешать крещение взрослых только в тех церквах в которых имеются баптистерии чтобы не вызвать нарекания среди верующих которые считают это строго необходимо также многие 98% священнослужителей словно и не слышали нашего предупреждения прежде должна быть катехизация что она должна совершаться благоговейно и неспешно но поступающие жалобы свидетельствуют о том что крещение совершается небрежно поспешно сокращаются часто причем сакраментальные его части все чаще стали слышатся нарекания по поводу вымогательств то есть назначение цен за совершение треб такой священник позор для храмов священник требует особой платы даже за крещение венчание отпевание это уже настоящая симония и к таким священникам мы вынуждены будем принимать меры канонического порядка больше всего поступает жалоб и прошений о приведении в каноническое соответствие совершения православных таинств и треб в первую очередь это крещение совершаемое порой обливанием одной только головы окрещаемого вместо полного погружения в некоторых храмах сооружены баптистерии для крещения детей и взрослых но ряд храмов с этим не торопится считаю не следует в таких храмах крестить взрослых а для катехизации направить их в тот храм где есть баптистерий священнослужитель во всем должен быть примером для своей пасты я уверен кто пришел в церковь не ради прибытка а ради служения богу останется многих же мы потеряли как уже теряем и сейчас официальная хроника московской патриархии номер 2 1993 год страница 18 и номера с 1 по 3 1994 год страница с 34 по 38 из речи на московском епархиальном собрании вот эти и подобные высказывания патриарха о крещении совершенно верные по содержанию есть по сути не что иное как некая реабилитация самого себя в глазах народа он как бы говорит смотрите я же учу я и обличаю беззаконников а они ничего не хотят делать но патриарха огромная власть и он мог бы в течение всего лишь одного месяца навести порядок в уверенных ему делах если он патриарх сам обливанец как и многие почти все архиереи священники выходцы из Белоруссии и Украины то ничего не препятствует им всем сегодня же найти опытного духовного священника правильно с троекратным погружением крещеного и упросить его чтобы он крестил всех обливанцев начиная с патриарха всех архиереев и священников свершилось бы настоящее крещение Руси образовались бы общины живые братства отделение от мира и возрождение духовной могучей России и немедленно необходимо принести всенародное покаяние перед Богом и перед народом за столько лет творимое беззаконие за жуткий обман доверившихся им слепотствующих прихожан за проклятое Богом небрежение в преподании крещения и издать указы чтобы безумие с обманом мочения голов вместо троекратного погружения прекратить освященников неподчиняющихся указу извергать из сана пусть идут работать на стройке народного хозяйства блаженный феофилакт на послание колоссянам 2.12 говорит так и так крещеный спогребается Христу троекратным погружением изображая трехдневное погребение Господа и умирая как ветхий и греховный человек из решения Барнаульского ипорхиального совета под председательством епископа Алтайского Антония Масендича от 2 февраля 1996 года постановили начать крестить полным погружением во всех храмах города Барнаула почему же так и не крестят а по-прежнему лишь мокрые ладони угладят голову за большие деньги потому что провозгласили это наше мочение голов равно спасительно как и погружение а если это так тогда для чего учить погружать и делают по-прежнему вскач как прежде как проще доходнее на погибель ситуация полностью вышла из-под контроля ни патриарха ни архиерея попы не слушаются а самовластно обманывают народ лжекрещение священники оскверняют святыню попирают закон беззаконник не знает стыда они прилежно старались портить все свои действия сафоня 3 4 7 поэтому всех моченых необходимо крестить с полным погружением как совершенно некрещенных я не знаю сколько таких решений выносил патриарх Алексий 2 но судя по тому что все остается так же получается что патриарху совершенно нет дела до его решений в последнюю свою встречу с епископом алтайским Антонием Масендичем я снова напомнил ему о его решении крестить в полное погружение и учить от трех или до трех или пяти лет он ответил что таких решений после этого было еще три но воз и ныне там цитата я посылаю священников работать в районах а они воруют патриарх Алексий выразился еще яснее каких бандитов напринимали в церковь из его вышеуказанной речи епископ Антони внезапно скончался в возрасте сорока одного года так и не успев добиться воплощения в жизнь своих добрых решений спрашивается для чего же патриарх рукополагает таких епископов которые ничего не могут сделать для соблюдения святых канонов которые лживые пасты истоптали ногами спрашивается для чего архиерей рукополагает таких священников которые только воруют как повара на кухне по слову Иоанна Златоуста в житии папы льва память 18 февраля страница 323 говорится незадолго до смерти он пробыл 40 дней у гроба святого апостола Петра в молитве и посте умоляя чтобы он просил у Господа да отпустит ему всеблагие Бог его прегрешения явился Петр и сказал я молился за тебя и отпущены тебе все грехи твои кроме грехов которые ты совершил при хиротонии других на священной степени лишь о том ты будешь отвечать законно ты рукоположил кого или нет архиереи отвечают за все что натворят рукоположенные ими златоуст если вы истинный пастырь то постарайтесь и очень крепко невзирая ни на какие запреты вышестоящего амросия бессмертного тщательно выполнять заповеди Господни как написано в Библии иконуах определите кто оглашенный чтобы они обязательно выходили из храма и чтобы обязательно наклоняли головы только они а не все не ищите лукавых извинений а прямо скажите можете или нет это сделать если не можете то сложите саны уйдите в затвор зализывать свои старые гнойные раны а Бог изберет себе тех кто будет слушаться его обратите внимание на искушение Иисуса Христа дьяволом какие враг задавал ему вопросы три глобальных мировых вопроса и на каждый из них совопросник получил исчерпывающий ответ который начинался словами написано 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 Христос мог многое сказать и очень полезно из своей биографии и не про эти утюги но он нам дал пример как отвечать на вопросы и разбивать хитросплетение дьявола Иеремии 23 29 слово мое не подобно ли огню говорит Господь и не подобно ли молоту разбивающему скалу чтобы люди прихотя домой после вечернего богослужения в воскресенье могли открыть дома великое слово великого Бога сверив все что вы им сказали с вечной книгой и в радости воскликнули бы Господи какие мы счастливые что ты прислал к нам с Алтая такого проповедника твоего служителя который знает тебя и твое слово и ведет нас к тебе неложным путем сохрани его для многих людей в городе Иваново дорогой Амбросий очень прошу вас не в службу а в дружбу наберитесь смелости и произнесите на несколько раз перед народом следующие слова Кирилла Иерусалимского если мои слова не сходятся с Библией не верьте и мне не в службу а в дружбу я подскажу вам что эти слова вы имеете право произнести только тогда когда будете знать Библию нисколько не хуже чем Райкин свои анекдоты а вы свои побосенки и второе чтобы люди научены были вами любить Библию читать ее ежедневно и тогда они смогут ваши слова сверять с ней которые вы скажете после вечернего богослужения в воскресенье какие горы без вершин камней собрания и что живущий без души одно название зима без снега не зима природы хворость душа без веры грех и тьма гиенский хворост а без цветения весна и глянуть жалко без православия страна людская свалка нас вырубали столько лет срубак не спросят смолчит о вырубке поэт любитель просек полуразваленные пни на месте бора о окаяннейшие дни у власти свора мы оскудели неспроста под игом зверя приобретение без христа всегда потеря что о потерях говорить их слишком много но как оплакать искупить потерю бога не оттого ли вся беда и это кипень без обретения христа россии гибель и романах роман 1998 год во имя отца и сына и святого духа аминь книга открытым оком том 4 вопрос 1389 разбор ответов архимандрита амбросия юрасова вопрос 39 когда дьяка дьяк на литургии призывает оглашенные главы вашей господи вей преклоните всем ли христианам надо преклонять головы отвечает архимандрит амбросий юрасов это обращение к оглашенным то есть не крещенным но собирающимся принять крещение но головы должны преклонять все и крещенные и некрещенные ведь и мы с вами хоть и приняли крещение сравнялись с соглашенными своими грехами мы недостойны входить в храм божий где уж нам браться рассуждать поклониться или не поклониться господу нашему иисусу христу должны смиряться и соглашенными стоять склонив голову у них внутри горячее желание стать православными христианами верными у нас же ничего кроме грехов и нечистоты нет комментирует ответ Амбросия Юрасова Игнатий Тихонович Лапкин весь ответ лжив и от сатаны хотя и вышел из уст архимандрита у которого в голове каша сразу возникает вопрос для чего он смешивает волков и овец Матфея 10-16 Вот я посылаю вас как овец среди волков и так будьте мудры как змии и просты как голуби очевидно для того чтобы его никто не обнаружил кто он такой если сейчас архимандрит стал бы верующим имеющим страх божий и решил выполнить этот возглас то он единственное что мог бы сделать ударить себя по бедрам и развести руки в стороны и сказать господи а я и не знаю кто здесь верный а кто неверный кто волки а кто овцы это от того что вы создали новую религию неохристианство оязычное опоганенное публичное советское в кавычках православие если бы вы заботились о рождении свыше о том чтобы ваши подопытные были исполнены благодать духа святого вы бы объяснили им так как учат святые отцы а не так как принято в советской патриархии откройте на слово оглашенные в новой скрижале и выучите наизусть цитата храм назначен для верных а притвор для оглашенных и кающихся то есть таких людей которые не получили еще права входа в храм ладыкийский собор правила 19 и 43 и 6 вселенский собор правила 69 страница 14 цитата притвор есть третья часть храма и как предхраме от молитвенного или среднего храма отделяется особенную стеною в которой находится одна или трое дверей в притворе во время поучений и некоторых церковных служб по правилам велено было стоять оглашенным то есть готовящимся к крещению и кающимся оглашенный есть поучающийся вере и о святом крещении как сказано в кормче лист 24 то есть оглашенным называется тот который принят в число готовящихся к крещению и через поучение живым голосом научается вере или оглашается и приготовляется к святому крещению подробно об оглашенных и так к числу оглашенных теперь принадлежат владельцы некрещенные то есть которые в плену у язычников находятся и веры своей не может открыто исповедать и новецы обратившиеся в нашу веру и требующие миропомазания и наконец кающиеся и отлученные от святого причастия сверх того к оглашенным могут быть причислены и те кои удаляются от церкви и живут в нераскаянии наконец и всякие верные побуждаемые совестью должен самого себя полагать в числе оглашенных и молиться вместе с теми же оглашенными дабы бог очистил его тайные согрешения и не попустил ему входить в большие уклонения в деле веры и благочестия страница 44 45 кающиеся четырех родов подробно страница 49 по 53 цитата посему священник готовящийся приступить к своему священно действию начинает изводить отлика верных несовершенных то есть оглашенных с оглашенными некогда изводились и кающиеся то есть находящиеся под запрещение святой герман кающихся причисляет к оглашенным помолитесь оглашенные господи ви то есть непосвященные ненаученному не крещеные исповедавшие грех и еще состоящие под эпидемиями симеон солунский это изведение оглашенных и весь затем следующий великий выход таинственно уподобляет второму пришествию господню и подьякон не должен оставлять церковных дверей дабы смотреть за изведением из церкви оглашенных и кающихся посему на эктиньи говорится елицы верные то есть оставайтесь в храме чтобы созерцать жертву святых тайн а изыдите все непричастные сему страница 196 197 оглашенные как готовящиеся к окрещению или просвещению тотчас по прочтению сугубо иктинии должны быть выведены страница 274 417 350 358 366 новая скрижаль настоятели духовник женского монастыря разве вы этого не знаете не забывайте что я всего лишь строитель печник и ни одного дня не учился ни в семинарии ни в академии и все это сумел найти потому что я люблю русский народ а вы не любите а только виляете из стороны в сторону чтобы не обнаружить свое истинное лицо вы даете свои ответы вопреки библии вопреки канонов церкви вопреки творении святых отцов и вопреки житии святых если вы начинаете толковать слово оглашенные как бога сказочник и фантаст путавшийся в описании бесовской силы то почему же это слово оглашенные языки вы не распространяете на все а только на преклонение головы опять же только потому что вы не можете разделить сейчас ни овец от волков что вы обязаны сделать иначе ваша в кавычках работа не будет стоить и ломаного гроша под видом всесокрушающего смирения о котором вы наговорили в этом ответе вы напустили море лжи которое сейчас же опровергнет дух божий через святую библию ни у кого из оглашенных а их как таковых у вас и нет никогда и не было ни одной минуты желания притом горячего стать православными в этот момент потому что их в кавычках покрестили сразу же как только они пришли чего уж тут-то напускать туман что ни слово то ложь не апостол павел и никто другой из них не говорил что они недостойны ходить в храм и браться рассуждать и что сравнялись с оглашенными своими грехами вот как он рассуждает об уверовавших и как их выделяет среди неверующих и оглашенных ефесянам 5 глава 8 стих вы были некогда тьма а теперь свет в господи поступайте как чадо света римлянам 8 16 сей самый дух свидетельствует духу нашему что мы дети божии 1 коринфянам 1 6 ибо свидетельство христово утвердилось в вас галатам 4 15 как вы были блаженны свидетельствуя вас что если бы возможно было вы исторгли бы очи свои и отдали мне 1 Петра 5 12 сие кратко написал я вам через силуана верного как думаю вашего брата чтобы уверить вас утешая и свидетельствуя что это истинная благодать Божия в которой вы стоите 1 Иоанна 5 10 верующий в сына божия имеет свидетельство в себе самому неверующий богу представляет его лживым потому что не верует в свидетельство которым бог свидетельствовал о сыне своем римлянам 2 15 они показывают что дело закона у них написано в сердцах о чем свидетельствует совесть их и мысли их то обвиняющие то оправдывающие одна другую филиппийцам 2 15 чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода в котором вы сияете как светило в мире иезыки 34 12 как пастух поверяет стадо свое в тот день когда находится среди стада своего рассеянного так я пересмотрю овец моих и высвовожу их из всех мест в которые они были рассеянны в день облачный и мрачный вы называвшиеся пастырем духовных овец должны постоянно осматривать свое стадо и отделять чесоточных коростовых шелудивых это приказ вам от господа саваофа и примите его к исполнению иеремии 23 1 4 12 16 горе пастырям которые губят и разгоняют овец паствы моей говорит господь посему так говорит господь бог израилев к пастырям пасущим народ мой вы рассеяли овец моих и разогнали их и не смотрели за ними вот я накажу вас за злые деяния ваши говорит господь и соберу остаток стада моего из всех стран куда я изгнал их и возвращу их во дворы их и будут плодиться и размножаться и поставлю над ними пастырей которые будут пасти их и они уже не будут бояться и пугаться и не будут теряться говорит господь ибо и пророк и священник лицемеры даже в доме моем я нашел нечестие их говорит господь зато путь их будет для них как скользкие места в темноте их толкнут и они упадут там ибо я наведу на них бедствие год посещения их говорит господь но в пророках иерусалима вижу ужасное они прелюбодействуют и ходят во лжи поддерживают руки злодеев чтобы никто не обращался от своего нечестия все они предо мною как садом и жители его как гоморра посему так говорит господь саваоф о пророках вот я накормлю их полынью и напою их водой с желчью ибо от пророков иерусалимских нечестия распространилось на всю землю так говорит господь саваоф не слушайте слов пророков пророчествующих вам они обманывают вас рассказывают мечты сердца своего а не от уст господних они постоянно говорят пренебрегающим меня господь сказал мир будет у вас и всякому поступающему по упорству своего сердца говорят не придет на вас беда ибо кто стоял в совете господа и видел и слышал слово его кто внимал слово его и услышал я не посылал пророков всех они сами побежали я не говорил им они пророчествовали если говорят мне мне снилось мне снилось долго ли это будет в сердце пророков пророчествующих ложь пророчествующих обман своего сердца думают 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 они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих которые они пересказывают друг другу как отцы их забыли имя мое из завала пророк который видел сон пусть и рассказывает его как сон пусть а у которого мое слово тот пусть говорит слово мое верно что общего у мекины с чистым зерном говорит господь слово мое не подобно ли огню говорит господь и не подобно ли молоту разбивающему скалу посему вот я на пророков говорит господь которые крадут слова мои друг у друга вот я на пророков говорит господь который действует своим языком а говорят он сказал вот я на пророков ложных снов говорит господь которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами обольщениями обманами и обольщением тогда как я не посылал их и не повелевал им и они никакой пользы не приносят народу сему говорит господь так говори пророку что ответил тебе господь или что сказал господь и положу на вас поношение вечное и бесславие вечное которое не забудется не верьте говорящим здесь христос пред ним склонились и восток и запад целит народы тих длинноволос господь придет как молния внезапно вы слышали восстанут лжехристы о них уже глашают лже пророки безумцев воспевая как святых безумию тарят пути дороги о человек каких высот достиг христово заменив своим учение коль заповедь не в силах понести не заменяй напьешься обольщение целители сейчас хоть пруд пруди волхвоют над водою баснотворцы и только мнится снова он один приемлет эту воду словно отцеп уксус и романах роман 1993 год благодарю за помощь и внимание спаси христос христос съездить сегодня в типографию там два дня неудеется что будет хорошо отошел с Богом отец отец неудеется неудеется но неудеется премьер это неудеется неудеется и все а